Здравствуйте! В знак признательности всем педагогам, учителям нашей страны 2023 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Основная миссия года наставника и педагога – это выражение благодарности всем тем, кто нас учит, любит, воспитывает, проживает с нами трудные и счастливые моменты. Во всех толковых словарях слово «наставник» трактуется одинаково – это специалист, профессионал, у которого можно получить совет и рекомендацию. Своё человеческое тепло, свои знания наставники отдают людям, которые окружают их, будь то студенты, родители или коллеги. Сегодня мы продолжаем цикл программ «День наставника» на «Самары ГИС». Я представляю гостя в студии. Игорь Анатольевич Устинов, директор Центра «Авангард» Самара городского округа. Самара, здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Ну что же, прежде чем мы начнем говорить о наставничестве, я, конечно, хочу попросить рассказать вас, ну вот, немножечко о себе, как стали вы руководителем «Авангарда» и почему, собственно, вы стали руководителем именно «Авангарда». Вы знаете, я никогда не мечтал быть педагогом. Я с детства мечтал быть военным и прикладывал массу усилий для этого, и частично моя мечта сбылась. Но так случилось, что с армией пришлось расстаться, и выбрал путь педагога, получил образование педагогическое, даже два. И вот работаю руководителем Центра, который раньше назывался «Юность», сейчас он называется «Авангард Самара». Это учебный центр военно-патриотического воспитания «Авангард Самара». Ну, а сколько лет вы уже работаете руководителем, сколько лет Центру, ну и вообще вот с момента открытия, реорганизации, что изменилось? Ну, то есть, проще говоря, что сейчас представляет для себя ваш Центр? Ну, я работаю с 95-го года. Тогда еще это был просто детский оздоровительный лагерь, которому в этом году 55 лет исполнилось. Реорганизовали его два года назад. Ну, мы и раньше были военно-спортивного профиля, у нас был Центр, а сейчас мы уже занимаемся непосредственно в своем формате. Структура у нас увеличилась, конечно, за эти годы. У нас появились структурные подразделения, военно-спортивные клубы, где дети занимаются СИЗО на течение учебного времени. И у нас 10 лет назад появился пансион с кадетским воспитанием, где дети находятся круглосуточно, круглогодично. Ну, и все же знают лагерь «Авангард Самара», который, кстати, замечательный и известный многим. Но я попрошу рассказать все-таки поподробнее о структуре именно этого учреждения. Чем он особенный и почему он не похож на другие? Ну, в Самарской области Центр такой единственный пока с развитой инструктурой, именно заточенное под военно-спортивное направление. Изменив название, немножко поменялась и специфика нашей работы. Теперь на нашей базе проходят военно-полевые сборы старшеклассников, десятиклассники заезжают к нам. И все смены нашего профиля – это вперед юная армия, юный разведчик и прочие-прочие смены, которые именно соответствуют военно-спортивному, военно-патриотическому формату. Игорь Анатольевич, а почему сейчас так актуально это направление? И расскажите, как можно попасть и стать участником профильной смены? Ну, у нас есть смены муниципальные, куда заезжают уже сформировавшиеся коллективы, например, юноармейские отряды из школ, какие-то клубы подобные тем, что в нашей структуре. То есть это муниципальные смены, они для наших воспитанников бесплатные. И также у нас есть платные смены, где родители покупают путевки на сайте Супрема и заезжают к нам по путевкам на 21 день. Муниципальные смены – они 14 дней. Ну что же, как вы считаете, почему именно в военном направлении важно наставничество? И скажите, как оно выражается у вас? Ну, наставничество важно везде, в любом образовательном процессе. Это очень важный элемент именно образовательного процесса. У нас оно выражается следующим образом. С самого начала, когда к нам приходят воспитанники, мы и даем им определенные умения и навыки, мы их чему-то учим. Когда они научились чему-то, некоторые дети, у них получается и им нравится учить других. У нас есть такая программа, которая называется «Я инструктор». В рамках этой программы мы готовим детей с 14 лет учить других детей. Впоследствии это становится их профессиональной ориентацией. Многие из них поступают в педагогические вузы, служат в армии, потом приходят, поступают учиться, у нас работают. Кстати, вот у нас часть педагогов – это именно наши воспитанники, которые прошли вот этот путь. Школу наставничества когда-то у вас, да? И вот эту школу, да, и теперь они уже преподают, и для нас эти кадры очень ценны, потому что они сами все пропустили через себя, они сами все это пережили, и это очень важно. Ну и также молодежь учится у тех, кто уже давно работает, вот именно упорству, именно стремлению. Что такое педагог? Да, это хороший педагог в хорошем смысле. Это человек, который сам всегда учится, который сам постоянно находится в движении, сам постоянно находится в развитии. Это же как велосипед, пока крутишь педаль, он едет, а остановился он раз и упал. Поэтому и в этой профессии нельзя останавливаться, здесь нужно постоянно развиваться. И если ты своим примером показываешь молодым специалистам, как и что нужно сделать, вот так же происходит и у них, и ты радуешься их успехам. — Игорь Анатольевич, скажите, а вот ваше личное отношение к наставничеству, и что можете вы сказать о себе, какой наставник вы? Конечно, замечательно, если бы сказали о вас ваши воспитанники, но так как у нас сегодня с вами интервью вдвоем, как вы себя выражаете в роли наставничества? Есть ли у вас наставники? И вот еще раз повторю, как вы к этому относитесь лично? — Ну, на протяжении всей жизни, мне кажется, любого человека есть наставник, в зависимости, на каком этапе жизни он находится. Когда мы были маленькие, нашими наставниками были родители наши. То есть, ну, как правило, в большинстве случаев это те люди, с которых мы берем пример, которые нам дают какие-то первые азы, первое понимание жизни. В армии у меня наставники были мои командиры, дальше на педагогическом поприще наставники были мои руководители и так далее. Вот в данный момент, ну, я считаю, не столько наставником, сколько человеком, с которого мне хотелось брать пример. Это мой старший товарищ, руководитель нашей ветеранской организации Антонов Владимир Викторович. Человек, который прожил яркую жизнь в Комитете госбезопасности, много времени проработал, был участником штурма Дворца Амина в Афганистане. Человек, который до сих пор занимается общественной работой, да, ведь многие как бы успокаиваются, живут своей жизнью, но он до сих пор занимается общественной работой. Человек несекаемой энергии, постоянно полон всяких шуток, прибауток, анекдотов. То есть мне бы вот хотелось брать с него пример и быть таким же вот жизнестойким и таким же долгожителем. Да. Ну, кстати, обращайтесь сейчас к своему наставнику за какими-то, может быть, советами. Да, мы, так как наша ветеранская организация является нашим социальным партнером нашего учреждения, мы постоянно многие проблемы решаем вместе, постоянно мероприятия какие-то проводим вместе. Наши ветераны, они частые гости у наших кадетов, рассказывают, показывают, также рассказывают о службе. У нас часть выпускников поступают именно в структуру ФСБ военное училище, благодаря вот именно общению с ветеранами госбезопасности. Ну что же, спортивное направление также приоритетное во вашем центре. Скажите, какие педагоги занимаются с детьми и, соответственно, как они передают свой опыт? Ну, как я уже говорил, в нашей структуре есть и военно-спортивные клубы, и спортивное направление представлено разными видами. И рукопашный бой, и тэквондо, и тэкрэкби, самбо. Все зависит от человека, который работает непосредственно в этом клубе. А он дает им начальные какие-то базовые знания, базовые понятия. У нас нет цели сделать из них олимпийских чемпионов. Тем более, что формат подросткового клуба, он подразумевает не спортивную какую-то школу или секцию, а именно такую клубную работу, куда дети приходят как домой, дети приходят общаться, чтобы узнать живое общение. Поэтому здесь нам важно, чтобы педагогу было не столько как бы тренерские качества, сколько личностные, когда он может организовать коллектив, сплотить, создать какой-то уют, комфорт. Команда образующие мероприятия проводит, когда он с детьми не просто проводит тренировки, а именно общается, проводит мероприятия, дни рождения, в походы ходит. Как вот так работают наши клубы. Игорь Анатольевич, а вот что, какие качества воспитываются у детей, когда проходит вот такое, может быть, даже и неформальное общение, вы говорите, что дети ходят в походы, занимаются спортивным ориентированием. Особенно же ведь это интересно для мальчишек. И в будущем, как вы сказали, уже у них, ну не знаю, складывается какая-то профориентация. И здесь же опять никуда не уйти от наставничества. Вот это все совместно, что дает ребенку, будущему мужчину, мужчине, будущему защитнику Отечества? Ну, если взять в качестве примера даже тот же поход, но мы взрослые, те, кто уже много раз был в походе, мы знаем, что с собой взять. Мы стараемся все предусмотреть. А ребенок, он именно учится выживать. То есть он должен себя самообеспечить. То есть он должен подумать, что с собой взять, как это использовать, как правильно вести себя, как выжить в этих условиях. Ведь поход проходит не в театр, а в лес. Сплавляются у нас ребята на катамаранах, по рекам, ходят в пешие походы. Поэтому это очень хорошая школа, именно школа выживания, когда ребенок учится сам себя, то есть самовыживание, самовоспитание. Это очень многое дает. А в плане наставничества, ну, ты не сможешь научить ребенка, если сам не умеешь. Поэтому здесь очень многое зависит от педагога, насколько он сможет дать детям, передать свои умения и навыки, но при этом он должен и сам все это уметь. Ну и, конечно же, следить за безопасностью в том числе. Конечно. Игорь Анатольевич, а вот вообще какое отношение к наставничеству в целом в авангарде? Я прошу рассказать вас о коллективе. Подбираете ли вы к себе в команду самых лучших, проверенных, профессионалов? Либо вы работаете с людьми, которые уже давно работают, сложились у вас отношения? У нас, как в любом коллективе, есть часть людей, которые меняются. То есть это люди, которых пугает характер работы, объем работы, да и зарплата. Поэтому эти люди приходят, уходят. А есть люди, которые работают постоянно, так называемый костяк. То есть это люди, которые живут этой работой, которые сделали это делом своей жизни и именно развиваются в этой работе. Поэтому благодаря вот именно этим людям и работает институт наставничества. Мы стараемся, чтобы именно с этих людей брали пример молодые специалисты, которые приходят. Именно они им передают свой опыт. Ну и дети тоже смотрят. Потому что если ты живешь своей работой, а дети, они очень четко это видят и понимают. Если ты, как-то сказать, горишь на работе, то ты и детей зажгешь. А если они смотрят, что то дело, которым ты занимаешься и пытаешься к этому нучить, оно тебе неинтересно, ну и у детей такое же отношение будет. Потребовать от них какого-то горения, зажечь их будет очень сложно. Вы знаете, в одной из программ ваш коллега, педагог сказал о том, что за наше учреждение дети голосуют ногами. Они сами приходят, сами идут, и им это интересно. Вот можно ли это сказать о вашем кадетском корпусе? Я думаю, что да, потому что 10 лет – это большой срок. Мы очень многого добились. Мы были ошибки, мы их исправляли, спотыкались, вставали. Но в данный момент у нас учреждение одно из лучших в Самарской области. Мы постоянно представляем интересы Самарской области на выездных мероприятиях. Наши ребята, ну, наверное, всю Россию уже объездили. Выезжают на Зорницу по вложи-привозке, в федеральный октург, в другие лагеря. Каждый год ездят в Москву на международный кадетский бал. То есть там жизнь у них бьет ключом, поэтому и желающих приобщиться к этой жизни достаточно. Но вот если все-таки говорить о нужности наставниках, и если мы говорим о вашем кадетском корпусе, вот новички, да, существуют ли какие-то ситуации, когда нужно передать опыт новенькому и как раз передать этот опыт путем наставничества, Игорь Анатольевич? Ну, такие ситуации постоянно существуют. То есть когда приходит человек, который, особенно если это военный формат, а человек никогда в армии отслужил срочную службу когда-то и все, больше опыта работы нет с личным составом, конечно, более опытные педагоги как стажируют его, вплоть до того, что приходят к нему на занятия, или если это на сутки заступает человека, выходит с ним на дежурство, чтобы рассказать, показать, объяснить, потому что каждому ребенку нужен свой подход. И те, кто работают давно, они уже знают этих детей, они знают, как подойти к тому или иному воспитаннику, они становятся им как вторыми родителями, потому что если взять кадетский корпус, то у нас дети там находятся гораздо больше времени, чем находятся в семье. Они же круглосуточные у нас там уходят на субботу-воскресенье, поэтому от людей, которые там работают, зависит очень многое. Только они их, а ведь это самый такой возраст, с пятого по одиннадцатый класс. И они могут научить не только какие-то умения и навыки, но и научить жизнь, забить гвоздь, постирать носки, еще что-то. Если он дома, он находится только в субботу-воскресенье. И эти дни, ну, родители стараются как-то не загружать его, потому что скучали по нему, там, отдохни, скушай мороженое. А именно вот здесь он получает то жизненное образование, именно те умения и навыки, которые ему потом потребуются дальше в жизни. Игорь Анатольевич, а как Вы считаете, каждый ли опытный сотрудник, если мы сейчас говорим о Вашей структуре, может стать хорошим наставником? Я не думаю, потому что если мы под опытным сотрудником подразумеваем человека, который хорошо знает свой предмет, но какие-то знания мы можем получить из печатных, из электронных источников. А вот пустить в свою душу ребенка, понять его трудности, понять, чем он живет, как он живет, помочь ему разобраться в жизни, это, к сожалению, не каждому дано, не у каждого это получается, а это очень важно. А есть такие люди у Вас? Есть к кому обратиться? Детям, когда вот, ну, действительно, какая-то трудная ситуация? Ведь к маме с папой он не пойдет, он находится, как Вы сказали, пять дней в учреждении, а помощь нужна именно сейчас? Конечно, то есть у нас, если мы берем кадетский корпус, рассматриваем, то у нас в каждом классе у нас взвод называется, есть командир взвода, это взрослый человек, как правило, это военный пенсионер, есть куратор в каждом классе, это старшие воспитанники, ученики 11 класса, 10 класса, которые курируют над пятым, шестым классом, то есть это тот возраст, когда в основном возникают проблемы, когда ребенка вырвали из привычной среды, он жил дома, там бабушка за него кровать застилала, и вдруг он попал в необычную для него среду. Это очень сложно войти в этот формат для ребенка в этом возрасте. И тут на помощь приходят вот старшие наши воспитанники, старшие кадеты, которые сами уже когда-то были на их месте, они тоже были учениками пятого, шестого класса, и плакали по ночам, и переживали, что как тяжело войти в этот формат, потому что все-таки, ну, формат необычный, когда построение постоянное, вот эта вот дисциплина жесткая, это очень сложно. Ну, практически как в армии. Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот в основном родители отдают детей, в дальнейшем ориентируясь на выбор военной профессии, либо, когда есть недостатки воспитания, нет дисциплины, приучить, вот опять же, как вы сказали, к каким-то таким бытовым вещам. По-разному, по-разному. Есть и такие, есть и другие. То есть есть и которые... А третий есть? И третий есть. В основном, как бы, семьи военных, они видят своих детей тоже военными. Когда дедушка прошел этот путь, папа прошел этот путь, он старается, конечно, чтобы и ребенок тоже продолжил эту династию, и тоже, чтобы был военным. Есть у нас дети, у которых нет ни мамы, ни папы. Например, бабушка является попечителем, и бабушка понимает, что она не сможет бороться с улицей, с гаджетами конкурировать. И она понимает, что ей тяжело будет воспитать. Поэтому она отдает нам ребенка. Ну и есть родители, которые понимают, что только в замкнутом пространстве, в каком-то, они смогут ребенку дать то, что не могут дать дома. Потому что все равно, все-таки пансион или интернат, это то место, где ребенок кушает, в одно и то же время соблюдает режим дня, он занимается спортом, он делает уроки под присмотром педагога. То есть он живет по распорядку, а это и здоровье, потому что сейчас же, смотрите, да, ребенок часто чипсов покушал, газировкой запил и пошел. У нас он лишен таких удовольствий. Ну и потом у них ограничен доступ к интернету, ограничен доступ к телефонам, что сейчас тоже немаловажно. Игорь Анатольевич, вот за годы работы, я уверена, вы наверняка точно поняли, в чем состоит основная задача педагога-наставника. Все-таки какими чертами характера он должен владеть, как вы считаете? Ну, я считаю, что... Ну, это такие истины прописные для педагога-наставника, да и вообще просто для хорошего педагога. Он должен следовать определенным принципам, таким, как поставил цель, добейся, сказал, сделай. Хочешь быть, будь лучшим. Такой синдром отличника должен быть. То есть постоянно человек должен развиваться, обучаться, постоянно... Сейчас все меняется. Вокруг нас меняется такой скорость, о которой мы раньше даже и не думали. Телефоны каждый год появляются новые. Информационное пространство вокруг нас меняется. Здесь нужно не только владеть своей профессией, своей дисциплиной, постоянно знания развивать, увеличивать, но и вообще ориентироваться в том, что происходит в мире. Потому что ребенок, он может задать любой вопрос. Если ты на один вопрос не ответишь, на другой вопрос не ответишь, ну, уровень доверия к тебе немножко падает, потому что он у тебя спрашивает, как у человека, на которого он хотел бы равняться, мнением которого он дорожит, а ты не можешь ему ответить. Я поэтому считаю, что это человек, который должен вот прям не сидеть на месте. Ну что же, заканчивается наш с вами разговор. Я хочу спросить вас, что бы вам хотелось пожелать педагогам в этот замечательный год, учащимся, ну и, конечно, родителям? Ну, педагогам, коллегам мне хотелось бы пожелать оптимизма. Все будет хорошо. Родителям, воспитанникам, да и педагогам хотелось бы, чтобы все шли одной дорогой. Потому что мы понимаем, что воспитать человека на каком-то отдельном пуплище невозможно. Это должно быть и в образовательном учреждении и в семье и должен происходить процесс самовоспитания. То есть все возможности, все желания и труд всех направлений должен быть соединен в одно целое. Мы должны объединить свои усилия. Очень хотелось бы, чтобы нам за наших детей через 20, через 30 лет не было стыдно. Но все-таки это наше будущее. И наши дети. И наши дети. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу День наставника на телеканале Самары ГИС. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова